Климин Алексей, Русское Имперское Движение Ну, я не готовился, я вкратце, у меня 4 тезиса, я как раз вот слушал выступающих и записывал буквально экспромтом, да? Значит, вот вы знаете, 2017 год прошел под знаком, значит, осмысления и обсуждения темы Столетия Революции И на разных площадках обсуждалась тема Столетия Революции, Столетия Революции и так далее, и так далее Вот Русское Имперское Движение, значит, в отличие от других движений, посещает разные площадки в том числе и левый фланг, и национально-демократические организации и так далее Ради чего мы это делаем? Не ради того, чтобы, значит, слушать левых и либералов, а ради того, чтобы менять аппарат мышления наших уважаемых оппонентов Мы должны уважать и наших оппонентов, и изучать их, в первую очередь Поэтому с этой точки зрения, если 2017 год прошел под знаком обсуждения Столетия Революции И там, безусловно, была некая поляризация мнений То январь 2018 года проходит под знаком вот этого товарища Грудинина Он расколол политическое поле и способствует поляризации политических сил Я согласен полностью с Николаем, что выборы необходимо бойкотировать Это самая главная наша задача Это даже выборами назвать нельзя Это просто какая-то имитация и профанация, друзья мои Поэтому бойкот выборов, и мы на этой позиции должны стоять двумя руками Значит, что касается задач Грудинина Вы, кто-то верит наивно, что Грудинина просто так допустили до выборов? Да, конечно же, нет Это было согласовано на самом высоком уровне Какие будет решать Грудинин задачи? Их всего две Первое Это повышение явки Я сам участвовал в сентябре муниципальных выборов Мы должны все понять, что явка сегодня составляет от 10 до 18 процентов И это по всей России такая ситуация Значит, власть лишается своей социальной опоры Потому что общество уже не верит в эти выборы Вдумайтесь, 15 процентов от голосующего населения ходит на выборы Это что? Это полностью, значит, люди отвернулись от этого Они не верят в это Поэтому задача Грудинина повысить явку хотя бы до 60 процентов И вторая задача это легализация тирана Легализация тирана Вот мы, русско-имперское движение, выступаем за полибиевую схему За сочетание монархической формы правления, аристократической и демократической По Махначу это демократия, это власть полноправных граждан Поэтому мы должны искать баланс между этими тремя составляющими И изучать, изучать все поля Вот сегодня многие говорят, что на политическом поле существует три силы Совершенно с этим не согласен Либералы, дескать, левые и консерваторы А если мы вот эти три точки обозначим на листочке И проведем линии между этими тремя точками Получится треугольник Это уже шесть политических полей в России существует Это так называемые леволиберальные, значит, ребята И к этому все идет, мы это видим Леволиберальный союз сегодня формируется Это национал-большевики, левые и консерваторы на какой-то основе Но это почва совершенно зыбкая, это болото И есть левоконсервативная составляющая Национал-демократы И я уверяю вас, друзья мои Надо со всеми беседовать, со всеми, значит, общаться И искать, я с Ильей полностью согласен Искать попутчиков Некоторые силы могут на каком-то коротком периоде Стать нашими попутчиками Поскольку нужна критическая масса Вот я очень рад, что буквально две недели назад В клубе Алиби, значит, где собираются, значит, левые Радикальные левые Была, обсуждалась такая же тема, абсолютно Собралось 15 человек Сегодня у нас собралось около 50-60 человек Я очень рад, что у нас сегодня в три раза больше потенциал, чем у левых Я очень этому рад Но не надо забывать, что мы должны менять аппарат их мышления Изучать их И, безусловно, в каких-то вопросах Даже с уважительной точки зрения относиться к ним Хотя это потенциальные наши противники Поэтому, значит, повышение явки и, значит, легализация тирана И я, значит, убежден, сегодня, значит, монархическая форма правления Переросла в тиранию Это когда традиция замкнулась сама в себе А аристократическая форма правления переросла в олигархию Когда, значит, правящий класс стал недоступен и замкнулся в себя Отсутствуют социальные лифты Это мы видим сегодня в нашей стране Поэтому... Но у Грудинина есть положительная составляющая И это надо приветствовать Он активно и, значит, агрессивно начинает критиковать Путина Мы это видим Даже вот появились комментарии в соцсетях и в фейсбуке Что он ушел из-под контроля Давайте это приветствовать Давайте это приветствовать Но дистанцируемся от этой позиции Может быть, действительно критика, жесткая критика со стороны Грудинина к чему-то приведет Жесткая критика со стороны Мальцева ни к чему не привела Она привела к эмиграции Понимаете? А вот на Грудинина можно посмотреть только с этой позиции Чего боится сегодняшний режим? Он ничего не боится, что происходит внутри страны А с чего же он боится? Так он боится, друзья мои, внешнего фактора Вот посмотрите вот эту ситуацию с Сулейманом Керимовым Значит, он был хранителем общака Сбербанка и лично Грефа К чему это привело? Мы это все видим, наблюдаем Сейчас разворачивается ситуация с Альфа-группой Альфа-групп уже, значит, дистанцировался от ВПК Он начинает уже поддерживать силы проукраинские и так далее, и так далее, и так далее Вот 2 февраля, когда будет опубликован вот этот список, значит, который подлежит национализации со стороны Конгресса США Давайте посмотрим, пострадает ли Альфа-групп Вот это, на мой взгляд, будет ключевым моментом с точки зрения экономики Потому что не надо забывать, что политика – это концентрированное выражение экономики Поэтому, когда мы говорим какие-то идеологические позиции, необходимо еще учитывать экономическую составляющую Давайте внимательно смотреть еще и следить за экономикой И последнее, какой выход я вижу все-таки из этой ситуации Ситуация действительно тупиковая И силы, как я уже сказал, поляризуются Выход только один Переход от президентской формы правления, от Конституции 1993 года Тогда на всех углах кричали, что эта Конституция носит временный характер Так вот, давайте поддержим этот тезис Конституция носит временный характер Пришло время менять нашу Конституцию 1993 года И переходить в итоге к президентско-парламентской форме правления Вот этот выход, и вот к этому надо стремиться А что касается Грудинина, я бы здесь все-таки занял выдержанную позицию В идеологическом поле совершенное неприятие А с точки зрения, скажем так, жестких лозунгов, его лозунгов по отношению к власти Давайте понаблюдаем, посмотрим Может быть действительно больной зуб будет расшатан А мы поможем в итоге выдернуть его А потом уже разберемся с нашими временными, так сказать, попутчиками Спасибо Спасибо